МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всего 42 километра от Мегиона, и мы оказываемся в живописном уголке нетронутой природы. Чтобы Югра приняла, перед входом в парк каждый участник экскурсии обязательно проходит хантыйский гостевой обряд очищения дымом. Необходимо проделать вот такие движения. Три раза руки с обоих сторон, потом дым хватаете и на себя. И желательно поверх головы то же самое, три раза. Этнографический и экологический парк Югра – это фактически музей под открытым небом. Когда-то в этих местах было настоящее хантыйское стойбище. Украшение этой уникальной местности – загадочное и таинственное родниковое озеро Пасен-Лор, что в переводе означает «варежка». На встрече рассказывают красивую легенду о его происхождении. А если посмотреть сверху, оно и правда имеет форму рукавицы. Останавливались практически все ханты, которые кослали, которые мимо ехали. Они останавливались на берегу этого озера, лечились. Причем вода озерная считалась очень целебной. С уважением и осторожностью относились коренные жители к озеру Пасен-Лор. Здесь проводились традиционные обряды и ритуалы. Да и сейчас ханты считают это место священным. Вокруг водоема неслучайно сделана деревянная тропа. Гуляя по ней, и уникальные растения не повредишь, и от гадюки убережешься. Музей Югра – это уникальная возможность погрузиться в традиции коренных северян. Здесь больше десятка хозяйственных и культовых построек. Посетителям показывают, как ханты ставят чум или обустраивают быт в зимнем доме. Растапливают печь или делают нарты. В музее можно увидеть атрибуты для ловли и приготовления рыбы. Чаще всего ее сушат или коптят. На диких зверей ставят ловушки. Уже с 13 лет мальчики у ханты начинают охотиться. Левой ногой, левым плечом к мишени. Устанавливаете стрелу, тут все просто. Здесь на луке стрелу не зажимаем, так делать нельзя. Стрела должна лежать на кулачке, то есть легкий ход у нее должен быть. Во время экскурсии по стойбищу можно было пострелять из лука стрелами. Получилось у всех, но не с первого раза. Это история. И вообще это первые тут поселенцы, люди, которые здесь жили, эту землю осваивали. У них тут свои обычаи. Такие маленькие люди, маленький народ, такие слабые на вид женщины, которые там на береги ходят. Ну реально, сейчас в нашей жизни. Это все помогает общаться, опять же, привлечь детей, особенно детей, к общению с природой, чтобы не боялись, чтобы любили, чтобы сохранили то, что мы имеем. Вот уже больше 20 лет Расима Ибраева – негласная хранительница этого уникального природного комплекса. Она знакомит современных городских жителей с укладом жизни народа ханты. Спокойствие, я бы сказала, какое-то душевное спокойствие здесь. Ну а миссия, наверное, моя в том, чтобы восстановить то, что утеряно. Дело в том, что именно коренные народы, и вот не только ханты и манси, да, а вообще все народы Сибири, они практически не ушли от природы. Они знают законы природы, соблюдают законы природы. Они их не нарушают. И вот понимая, что коренные народы берегут природу для своих потомков, для будущего, вот я считаю, что поэтому мы и должны изучать их культуру и стараться как бы обучать наших детей этому. После лесной прогулки гостей угощали вкусной ухой из традиционной сибирской рыбы, пирогами из настоящей хантыйской печи с лесными ягодами и таежным чаем из трав. А потом было гадание по уголькам. Зажимаете? Один раз зажали и отпустили. Значение предсказания каждый понял по-своему. Местные говорят, все обязательно исполнится. По-другому здесь не бывает. Настоящий ажиотаж среди журналистов вызвал мастер-класс по изготовлению вот таких вот очаровательных куколок, которые по-хантыйски называются аконь. Ну, я свое уже сделала, а вообще делается она, мне кажется, несложно. Буквально за 7 минут и с использованием 4 лоскутков. Изначально таких куколок делали для новорожденных девочек мамы или бабушки и укладывали в колыбельку. С ней она была потом всю жизнь. Куклу-оберег делают из новых ярких лоскутков и обязательно без лица, чтобы в нее не вселился злой дух. Женщины-ханты – настоящие мастерицы и рукодельницы. Подрастая, девочки и сами учатся делать подобные игрушки. Но первая аконь остается со своей хозяйкой навсегда, оберегает ее и становится талисманом, который может передаваться по наследству. Музей под открытым небом входит в структуру регионального историко-культурного и экологического центра. Проекты, которые реализует экоцентр, уже много лет активно поддерживает Мегион нефтегаз. Предприятие помогает сохранить традиции и культуру коренных малочисленных народов Севера, формировать у молодого поколения интерес к богатой истории родного края, устраивать выставки и тематические праздники. Мы считаем крайне важным поддерживать проекты, которые формируют так называемый культурный код нашей Югры. Хочу отметить, что значительная часть этих проектов реализуется творческой командой Мегионского экоцентра. И нам очень приятно, что именно благодаря поддержке Мегион нефтегаза эти проекты получили серьезный импульс к развитию. Экскурсия для журналистов пролетела стремительно. На прощание все завязали на березе красные ленты и загадали желание. Для коренных северян это священное дерево, а значит все исполнится. Евгения Булатова, Сергей Павлов, Алексей Зайцев, Ямал-1, Югра. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok